Здравствуйте, дорогие друзья! Наша недельная глава ИРА. И мы сегодня говорим о Аврааме, о испытаниях Авраама. Один из вопросов, который мы задаем, зачем Всевышний так тщетно испытывает Авраама, так много раз испытывает Авраама. Мы видим, что это происходит, как говорят наши мудрецы, 10 основных испытаний. Но каждый есть мудрец и не спорит, какие именно испытания пережил Авраама, что именно является для него испытанием большим, что именно является для него другим испытанием. Но на самом деле он пережил гораздо больше испытаний. Мы знаем, что это испытание в Уртгаздим, который он пошел в огненную печь. Потом мы знаем, что после этого у него есть испытание Лехлеха. Всевышний говорит ему, уйди от своей родины, что представляет собой много испытаний, потому что человек теряет имя, человек теряет почет, человек теряет все, что у него было там. Он приходит в новое место, и он должен начинать все сначала. И его там никто не знает, это все по-новой, строить себя. Делать себя как бы с нуля. И еще одно испытание, которое мы знаем, одно из других мы можем перечислять. Как Всевышний обещает Аврааму, что он подарит ему эту землю. Он приходит, начинается страшный голод. Он вынужден спускаться в Египет. В Египте у него еще одно испытание. Это с его женой, которой он говорит, что это его сестра. Потом второй раз было похоже испытание. Потом мы видим, что у Авраама постоянно происходят одни за другие трудности. Потом внутренний конфликт, семейный конфликт, который Тора нам рассказывает, что Авраам вынужден выгнать Ишмаэля вместе со своей наложницей, Сагарь выгнать по приказу жены Сары. И Всевышний говорит, чтобы он это сделал, что это очень важный процесс, который он сделал. То есть, что это очень важно. И мы видим дальше, 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 вплоть до самого последнего испытания. Испытание, о котором мы должны поговорить. Которое на самом деле является настоящим испытанием, самым основным, с которым никто не спорит. То есть, это испытание, которое особо стоит, и оно передало нам особые качества еврейскому народу. Это качество, которому мы следовали Авраама. И сейчас как раз об этом я хотел с вами поговорить. Но прежде чем мы коснемся этого вопроса, давайте подумаем, а зачем вообще Всевышнему надо испытывать Авраама? Зачем человеку, который так тебе предан, Всевышний делает столько трудностей, столько проблем? Понятно, что потом он дает ему награду, никто не спорит. Но неужели ради этой награды Всевышний пытается испытать нашего праотца Авраама всеми вот этими страшными испытаниями, вплоть до того, чтобы он должен положить своего сына на жертвы. Вот. И неужели Всевышнему недостаточно, что этот человек уже один раз пошел в огненную печь и остался полностью там ради Всевышнего, готов был пойти на самопожертвование? Неужели Всевышнего есть вопрос на том, насколько человек, насколько человек не то, что не доверяет ему, насколько человек полностью полагается на Всевышнего? Да. И здесь мы должны процедировать любаического рэба, который говорит, что все думают, что Бог испытывает очень больших людей, великих людей. Но на самом деле ответ не в том, что Бог испытывает великих людей, а Бог как раз испытывает людей для того, чтобы поднять их к величию. То есть испытание служит тем, что нас подымает. Помните, как в той фразе, то, что нас не убивает, делает нас сильнее? Да, так говорят, то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Иногда человек сидит, ему не хочется двигаться, у него все хорошо. То есть у него нормально, но он, как говорится на иврите, мисугаль, он способен гораздо на большие вещи, чем он есть на самом деле. И поэтому, чем он выглядит сейчас. То есть ему кажется, что он не способен, и он не знает, на что он способен. Когда Всевышний ставит человека в определенные условия, в определенное положение, то человек раскрывает в себе способности, которые раньше он даже и не видел. Эти способности, которые огромнейшие способности, которые в состоянии поднять его на высоты, которые мы не представляем. И часто это случается с тем, когда с человеком что-то происходит негативное. Ему кажется, Всевышний его испытывает, ему кажется, что что-то происходит негативное. И в результате этого негатива он подымается на более высокую ступень. Мы уже говорили о примере с этрогом, который царь Шаламон не мог понять, что такое этрог, почему именно плод, который все периоды висит на дереве, он страдает на этом дереве, то есть он переживает все периоды, именно этот плод является совершенным. Мы знаем, что большинство людей является совершенным после того, как они пережили определенные испытания, после того, как жизнь их покидала. Только люди, которые видели жизнь, по-настоящему большинство людей, которые видели жизнь, которые прошли трудный путь, это люди закаленные, это люди, которые способны нас чему-то научить. Это люди говорят, что сейчас нет таких людей. Когда мы смотрим на общину Хаббада, людей, которые вышли и пережили Советский Союз, и были в рамках, и были под железным занавесем, и они донесли до нас, то есть то, что они пережили, не дай бог не пережить каждому. То есть люди переживали страшные движения, запреты и все остальное, и тем не менее эти люди передали нам основную силу, эти люди передали нам сок, как говорится, эти люди, которым приятно находиться, эти люди, которым тянут. Человек, который пережил в своей жизни трудности, не получал зарплату, он работал очень тяжело, то есть его жизнь кидала-покидала, то есть, как правило, этого человека жизнь закалила, и он стал человеком более сильным, более способным. И один из примеров – это спорт. Как правило, человеку нравится заниматься спортом. Потом нравится, не всегда нравится. Как правило, человек занимается спортом, он делает себе препятствия, и чем больше он усиливает тренажер, тем больше он бежит, тем больше сил у него, у него тело становится больше и лучше, у него становится здоровым, он лучше себя чувствует. То есть человек ставит себе изначально препятствие, каждый день он эти препятствия увеличивает. И чем в состоянии больше он увеличить препятствия и больше выдержать нагрузку, тем лучше и крепче становится его организм, тем сильнее он становится. И вот этот момент в спорте, который есть у человека, служит нам самым большим и красивым примером в жизни, что такое настоящее движение вперед. Именно мы видим, что для того, чтобы двигаться и для того, чтобы расти, как пример в спорте, нужно постоянно увеличивать нагрузку, постоянно сталкиваться с трудностями, которые в спорте в данном случае мы сами себе ставим. Мы ставим себе задачу. Эту задачу мы преодолеваем, мы поднимаемся на более высокую ступень, мы переходим к следующему уровню и за какое-то время у нас начинается тренированность. Наше тело становится более совершенным, мы становимся более здоровым, нам легче дышится, мы легче выносим нагрузки и потом то, что мы пережили, мы в состоянии использовать в другом месте. Человек, который пережил то, что переживают другие люди, он, как правило, который не переживает другие люди, он, как правило, приспособлен и способный, и у него больше возможности раскрыть свою сущность. И поэтому испытания, как таковые, они приходят к человеку, как подчеркивают либайческие рэбы, не для того, чтобы проверить его верность Всевышнему, как правило, а для того, чтобы раскрыть в нем силы, которые до этого не раскрывались. То есть поставить его на более высокую ступень, чтобы этот человек поднялся на более высокий уровень. Человек, который варится в какой-то каше, человек, который как-то участвует, соприкасается с этим миром, и он выходит из, видит преимущество света, этот человек поднимается на более высокую ступень, на которой раньше не поднимался никто. То есть он, потому что он человек, который имеет в этом не сайон, имеет в этом стажировку, то есть он стажируется, как врач, врач, который является практиком, врач, который является талантливым, который постоянно стажируется. Врач, который не стажируется, его талант перестает быть талантом, этот талант остается в прошлом, он не способен к нынешней ситуации, которая постоянно меняется, поэтому именно жизнь составляет вот такое движение. Но самое интересное, о чем я хотел поговорить, это о последнем испытании Авраама. Вообще все испытания Авраама, они особые. Авраам постоянно как бы усомневается, он усомневается Всевышним, верит полностью Всевышнего, и у него нет никакого сомнения. Всевышний дает ему обещание за обещанием. Но каждый раз, сталкиваясь с новым обещанием, он видит, что это обещание никак не выполняется. Мало ли что, что не выполняется, он сталкивается с голодом, он сталкивается еще с тем-то. Но тем не менее, Авраам до последнего момента верит во Всевышнего, да, то есть, как и всегда. А что такое вера? Вера это уверенность в том, что есть что-то, что тебя защищает, есть что-то высокое, которое выше всего. Она тебя не просто защищает, она тебя делает очень сильным, она тебя помогает, как мы сказали, делать сильным. И второе, она помогает тебе устоять с ситуацией, потому что в результате ты знаешь, что благодаря своей вере ты устоял, и благодаря своей вере ты заслужил больше. Как мы видим пример с Сарой, с Сарой, женой Авраама. Какой пример? Мы видим, что он спускается в Египет, это большое испытание, но выходя с Египта, он выходит с большим богатством. Мы видим, как он идет воевать с царями, четырьмя царями, он их побеждает, и он видит, как Всевышний каждый раз был с ним. Но тут наступает следующее испытание, которое в принципе для нормального человека является необъяснимым. Всевышний говорит ему, возьми своего единственного сына, какого сына, Ицхака, которого ты любишь, пишется, того самого сына, который Всевышний ему пообещал, что именно в нем будет проявляться его семя, именно в нем будут потомки, именно от него произойдет еврейский народ. Всевышний ему это обещает, и тут же он ему говорит, через какое-то время, возьми своего сына, поиди и принеси его в жертву. И мы видим действие Авраама, которое просто не входит в никакие рамки логики человеческого чувства, человеческого понимания. То есть Авраам встает рано-рано утром для того, чтобы выполнить волю Всевышнего, потому что это воля Всевышнего. Берет своего сына, единственного сына. Три дня он идет, это очень, подчеркиваю, важно. Три дня они идут в пути, и три дня он должен разговаривать и общаться со своим сыном. То есть три дня он должен быть со своими мыслями, на первый взгляд. И тут начинается настоящее испытание. То есть Авраам, который знает, что Всевышний обещает ему, что будет большое потомство, должен как минимум, да, как по логике вещей, когда он берет, даже если он берет сына, ведет на Акейду, на жертвоприношение, он должен просить Всевышний, все в порядке Всевышний, но не ты ли мне обещал, что от этого сына произойдет потомство? Не ты ли мне говорил, да, что это будет много, да, как это соответствует тому, что ты сказал? Нет, Авраам ничего не говорит. Мало лишь того, что ничего не говорит, Авраам три дня не задает никаких вопросов. Три дня он идет сам собой, и три дня он откладывает в сторону все посторонние мысли, да. Может, мысли у него приходили, но он их всех откладывает в сторону, идет выполнять приказ Всевышнего, и даже не спрашивает у него, а как выполниться твое обещание, потому что он ему доверяет на сто процентов, даже когда нет абсолютной логики. И здесь начинается настоящее испытание. Испытание в двух сторонах. Во-первых, иногда все, что делал Авраам, можно было сказать, что это его природа. Иногда природа человека. Мы знаем, что есть люди очень добрые. Да, люди очень добрые. Люди добрые по натуре, они видят какое-то горе, они достают кошелек, они дают сдаку, они делают очень много хороших вещей. Есть много людей, которые делают много хороших вещей, да, но это их природа. Когда человек, которого природа не давать, берет и дает, вот здесь вот происходит все, он выходит из себя. Он меняет всю свою сущность. Вся сущность Авраама Абину была любовь. Любовь к другим людям. Милосердие, чувство милосердия. Всю жизнь он говорил, были такие жертвоприношения детей, и он говорил, что людей убивать нельзя, что Всевышнего противно эти жертвоприношения. И тут он, человек, который называется Хесе, человек добра, человек милости, ему говорят, возьми единственного своего сына, которого ты любишь, и принеси его мне на жертву. Сделай противоположно, что? То есть, что о нем должны сказать люди? Да, это тот Авраам, ты с ума сошел, да? Ты перечеркнул все свое логическое существование. Потому что пишется, что есть люди, и неевреи, и другие люди, и неправедники, которые готовы отдать свою жизнь за свои идеи. Да, то есть, у них есть идея, они готовы отдать свою жизнь. Мы знаем, как люди шли там на костры и все остальное, для того, чтобы подчеркнуть свою идею. Но это не является жертвоприношением ради Всевышнего. Жертвоприношением ради Всевышнего как раз является пример, который сделал Авраам. Это пример полностью самоотдачи себя Всевышнему, когда ты отдаешь себя полностью, ты меняешь себя полностью, ты ломаешь всю свою природу. То есть, он делает вещь, противоположной всей его сущности. То есть, он идет, ломает себя полностью, он готов принести своего сына на жертву. Он, кстати, принес его в конце, он его возложил, Всевышнему сказал, возложи своего жена, он же не сказал тебе, ты шахету-то, да, он его возложит, то есть для чего? Для жертвы. Он возложил, жертву, все, возложил, теперь убирай и уложи барана, да, но этого он не знал, потому что если бы он знал, это не было бы испытаний, и тем не менее он идет и выполняет это, и он не задает вопросов. Вот здесь начинается на самом деле самое страшное испытание, которое для нас страшное, и которое испытание, мы видим, что в нашем поколении тоже есть это испытание, испытание, которое говорит, что ты необъяснима в логике, то есть Всевышний тебе обещает одно, а на самом деле ты видишь совершенно другое, и ты видишь в нашем мире абсолютные проблемы, которыми ты сталкиваешься, плюс до того, как проблема Холокост. То есть это страшная вещь, которую я не люблю цитировать, но любайческий рэбе, он всегда говорит, что нельзя не оправдывать ничего, но для нас Холокост это то же самое, как для Авраама положить своего сына на жертвенник. Никакой логики, никакой логики в том, что произошло, не надо искать оправдания тому, что произошло. Для еврейского народа это Холокост, это то же самое, что взять своего единственного сына, положить на жертвенник, который должен умереть, все, да, то есть умереть, подняться к святости, неважно, но его не должно существовать, То есть для нас то, что произошло и в нашем последнем поколении, я сейчас делаю связь с этим, это то же самое, что взять своего единственного сына для Авраама и положить на жертвы. Никакой логической вещи. То, что произошло с еврейским народом в Холокост, не поддается никакой логике, не только в Холокост. То есть и тем не менее мы сегодня здесь с вами сидим. Мы видим, что еврейский народ до сих пор является тем, кем он является. Гитлер проиграл, потому что вся его задача была уничтожить еврейский народ на корню, для того, чтобы нас не было, а мы здесь сидим, мы выиграли. Но не в этом, откуда это силы, которые черпают мысли, что мы выиграли, а эти силы до Авраама. Пишется, что все, что происходило с нашими праотцами, так же будет происходить и с их потомками. Что Авраам первый, мы говорим Бог Авраама, который дал нам наследие, вот эту возможность пойти на самопожертвование без логики. Нам не надо было логика. То есть он шел на самопожертвование, потому что вера его во Всевышнего стояла выше всего. Пусть, что происходит, что не происходит, как бы нелогично это ни казалось, как бы на сегодняшний день, три дня он идет, не задая никаких вопросов. На пути у него есть река, он подходит к реке, человек другой скажет Всевышний, я пытался, я вот, ну вот река, она не дает мне пройти. Что делает Авраам? Он входит в эту реку, доходит отсюда, и пока вода не дошла, что он не мог дышать, идти дальше выполнять, река не исчезла. А тут же она исчезла. Что значит исчезла? Она исчезла, ее не стало вообще, как будто бы ее не было. Потому что Авраам идет напрямую выполнять задачу, которую на него возложил Всевышний. И эта вещь ему важна, и Всевышний специально делает ему такое испытание для того, чтобы он передал всем потомкам, нам с вами, вот этого чувства, быть верным Всевышним, несмотря на то, что происходит в мире. И это невозможно объяснить, потому что так объясняется в Тании, что Всевышний вдохнул вторую душу, и вторая душа это частичка его, которая жаждет его. И каждый еврей по сущности, он жаждет Всевышнего, он хочет быть рядом со Всевышним, он хочет быть связан со Всевышним, он не может существовать без Всевышнего, он не может чувствовать себя отдельно без Всевышнего. И это та вещь, которую мы унаследовали, унаследовали. Помните, как рассказывается, что об анекдоте в этом, как говорится, как раз спрашивают интервью у богатых людей, скажите, как вы разбогатели? Он говорит, ну, когда мы приехали в Америку, у меня было в кармане 2 доллара, я помыл, купил за 2 доллара килограмм яблок, помыл этот килограмм яблок, продал за 4 доллара. Потом купил за эти 4 доллара 2 килограмма яблок, помыл их, продал их за 8 долларов, купил там 4 килограмма яблока, и потом продал и так купил, пока не было там у меня 100 долларов. Потом 200 долларов, говорит, да, а дальше, дальше как вы разбогатели? А дальше умерла наша богатая тетя в Америке и оставила нам наследство много миллионов. То есть, так вот, иногда можно пытаться мыть яблоки, но мы знаем, что у нас есть наследство. Наследство, которое передалось нам Абрама, Ицхака и Якова. Это наследие, которое содержит в себе вот этот вот корень любви, этот корень подъема, этот корень, который в состоянии поднять нас на большую высоту. То есть, верить во Всевышнего, несмотря ни на что. Верить во Всевышнего, не боясь. Верить во Всевышнего, даже когда с нами происходит то, что не поддается никакой логике и размышлению. Когда, казалось бы, любой другой народ уже давно бы забыл, что такое Всевышний и не захотел бы общаться со Всевышним. Еврейский народ, он связан со Всевышним. Эта связь нам передалась Абрама. Сначала обрезание, которое он сделал, он с нас связал. И второе, он передал нам эти качества, и потом мы скажем, качество Ицхака, который дальше сейчас мы скажем, который передал нам Авраам Авину. Кстати, еще одну маленькую вещь, которую я хочу сказать, что Всевышний, для того, чтобы Авраам действительно смог пережить эти испытания, он даже убирает у него немножко пророчества, да, пророчества. То есть, он не видит так, как видит его жена. Его жена намного выше видит, чем он. Но это и по другой причине. Почему? Потому что она видит дальше. Вот, Авраам видит меньше, для того, чтобы он смог испытания, сделать испытания. Потому что, если бы он видел, как это все закончится, это бы не было для него испытаний. Итак, мы видим еще одну вещь, которую надо сказать обязательно в нашей недельной главе. И для меня это особенно является немножко трагическим. Какой трагический? Потому что, к сожалению, в своем еврействе я узнал, по-настоящему начал узнавать, когда заинтересовался вообще им как таковым. Я всегда знал, что я еврей. Но был мультик «Суперкнига». И в «Суперкнига», к сожалению, это был мультик христианский. Но он рассказывал о наших праотцах. Вот, он рассказывал про наших праотцах, он рассказывал то, что они называют Ветхим Заветом. Наш Вечный Завет. Они искривили, сказали, что это Ветхий Завет. И в этом завете рассказывались разные вещи. Вплоть до того, когда я маме задал вопрос, как правильно креститься, она схватилась за голову и сказала, сразу отвела меня в синагогу. И, слава Богу, вы видите, чем это закончилось. То есть, что я перед вами. А с другой стороны, действительно, в этом мультике показывается, что Авраам берет маленького Ицхака, маленького ребенка. В самом деле, сколько было лет Ицхаку, как вы думаете? Ему было 37 лет. То есть, 37 лет человеку. То есть, Авраам прекрасно понимал, что сейчас он, если принесет Ицхака, то все. То есть, он неженатый человек. Ему 37 лет, он еще неженат. И все. То есть, нет потомства. Мало лишь того, что он идет с Ицхаком. Ицхак задает вопросы. И объясняет Тора, что Ицхак прекрасно знал, куда он идет. И тогда он сказал Аврааму, когда он положил его на жертвенник, он говорит, папа, свяжи меня покрепче, чтобы я не дернулся. Чтобы у меня не дернулась рука. Почему не дернулась? Потому что, когда ты, отец, режет своего сына, может произойти дернуться рука. А я хочу быть настоящей жертвой для Всевышнего. Я хочу быть принятым Всевышним в жертву, если он просит меня в жертву. Я хочу полностью быть принятым в жертву. Поэтому свяжи меня покрепче. Представляете, вот этот такой, как его, роман, нам кажется, это такая жизненная история. Представьте себе вот это общение сына с отцом, который говорит, свяжи меня покрепче, чтобы я не дрогнула рука, и ты мог меня принести по-настоящему в жертву. То есть, это вообще для нас осознать такое, представить от нас, это очень сложно. Кстати, почему Ицхаку пришло такое испытание? Если вы помните, мы говорили в предыдущей главе по поводу обрезания Авраама, когда Ишмаэль ему говорит, мне сделали обрезание в 13 лет, я все прочувствовал, а тебе сделали на восьмой денец, как ему говорит, я готов себя полностью отдать Всевышнему, без всякой логики. А, ты готов? Давай проверим. И проверили, и он действительно готов. Мало лишь того, что когда Аврааму пишет, было сказано, ангел ему говорит, не причиняй никакого зла отроку, то есть теперь я верю, что я богобоязнен, и мы видим, как переворачивается все, и как мы видим, логику, которую мы пока на данный момент не совсем видим, то, что происходило с Холокостом, но дай бог, что придет Машех, мы как-то сможем жить с этим дальше, да? Но тем не менее, мы сейчас говорим о другом, мы говорим что-то, это все стало на свои места. А Ицхак говорит, нет, ничего, почему я не должен быть в жертву, я хочу быть в жертву. И пишется, что Всевышний действительно поднял его наверх, а потом спустил его в новую душу, как бы, и что вот он после этого момента был, как бы, ему и запретил, он был освящен. Да, это отдельная вещь, которая случилась с Ицхаком. Но мы возвращаемся к тому, что для Авраама это было самое тяжелое испытание, логики, силы, силы воли, логики, всего остального. Он делал то, что Всевышний требует. Он делал то, что Всевышний требует. И это делал, потому что вера его была неограничена. Это он передал еврейскому народу. И без этого мы бы сейчас не существовали как народ. Без этого мы бы не были народом. Да, мы бы были уже никем, наш народ давно бы растворился. Вот это вот жамопожертвование, вот эту любовь ко Всевышнему мы унаследовали от наших отцов. Мало ли что, что мы унаследовали от наших отцов, мы должны еще поговорить немножко об Ицхаке, о котором мы начинаем в нашей недельной главе разговаривать. Пишется, что все испытания, они испытания до той степени, пока мы с ними согласны. Представьте себе, помните, как в том старом еврейском анекдоте, к сожалению, мы еврейский народ такой, мы любим волноваться, что можно сделать. Но тем не менее, это старый еврейский анекдот, когда муж звонит жене и говорит, «Царочка, начинай нервничать, подробности при встрече». Вот такой вот понятный анекдот. Теперь очень часто, когда нам кажется, что в мире происходит очень много трудностей, и у нас есть испытания, действительно, настоящее испытание, мы начинаем нервничать, как мы это переживем, как мы это пройдем, что будет дальше. Но на самом деле, если бы три дня Авраам действительно переживал, что будет дальше и нервничал, то кроме нервов и своих клеток, это бы ничего не вышло. И мы должны научиться, я в том числе с вами должен научиться, когда идет испытание, не брать его в расчет. То есть, ну да, ну тяжело, ну да. В тот момент, когда ты не считаешься испытанием, оно исчезает. Как та река, когда Авраам дошел до отсюда, реки не стало. Изначально ее не было. То есть, изначально то, что есть испытание, оно не является чем-то, тем, что нам мы не сможем преодолеть. Это вещь, которую мы должны преодолеть. И поэтому следующий этап, который учит наш Авраам, мы приходим к Ицхаку. Слово Ицхак называется Цхок. Цхок это смех. То есть, имя Ицхак это смех. Почему Сара говорит, смех сделал мне Всевышний. И она употребляет имя Илаким. Илаким это природа. То есть, Сара по природе была бездетна. Она не должна была рожать. Есть мнение, что у нее не было даже матки. Всевышний делает ей чудо, которое невозможно объяснить. То есть, и это чудо переворачивает все, и она начинает по-настоящему смеяться. Пишется, что смех это тайну гальон. То есть, тайну гальон. То есть, высшее удовольствие. Так Аббала объясняет, что смех это выражение высшего удовольствия. Что по-настоящему вышло удовольствие? Я помню ту фразу, которая, одна из любимых моих фраз, которую говорит Равина Шая Гиссера. Он говорит, что у Всевышнего тонкое чувство юмора. Да, у Всевышнего тонкое чувство юмора. Когда ты чувствуешь вот это тонкое чувство юмора, вот ты получаешь удовольствие. Когда ты видишь, что все, что с тобой происходило, происходит, вот ты получаешь удовольствие. Поэтому, допустим, сейчас на данный момент я чувствую колоссальное удовольствие, потому что я вижу, что все, что происходило до этого, то, что я оказался здесь, то, что я могу давать уроки или еще что-то, это цхок Всевышнего, это удовольствие Всевышнего. Цхок. Цхок. Он разбивает границы этого мира. Этот мир становится не существующий для Всевышнего как такового, для человека как такового. Он идет выше Всевышнего. Это Ицхак. Ицхак рожден чудесным образом. Ицхак стоит выше, и связь Ицхака выше еврейского народа. Пишется, еврей сеет и верит. То есть, если ты сеешь, ты должен знать, что придет урожай. Пишется, еврей сеет и верит. То есть, еврей изначально живет по-другому. Еврей изначально живет в другом мире. Еврей изначально живет над этим миром, как Ицхак, и должен жить. То есть, по натуре мы должны этого думать хорошо и будет хорошо. Как говорит Рэба, трагу даньгу. Думай хорошо, будет хорошо. И мы должны тоже так идти. Поэтому Ицхак, все, что было, мы видим его жизненный путь. Его жизненный путь вообще не считаться с этим миром. Вообще идти над этим миром. Посмотрите. То есть, есть жизненный путь Авраама, они связаны с Ицхаком. Ицхак не считается. Он идет к царю, царь его выгоняет. То есть, царь Аграра. Он его выгоняет, он идет, выгоняет, копает один колодец. Он его засыпает, он идет дальше. Он идет, копает второй колодец. Мы должны поучиться у Ицхака. Чтобы у нас был настоящий смех над этим миром. Чтобы мы поднимались над этим миром. Что бы этот мир с нами не делал, я понимаю, это очень сложно. И мне это сложно, и каждому сложно. Мы должны идти над этим миром. Потому что в результате мы получим сход Всевышнего. Потому что у Всевышнего на все есть определенная задумка и определенный план. И если мы идем по этому плану, все хорошо. Поэтому дай Бог, чтобы у каждого был настоящий смех. Смех радости. Смех радости от близких людей. Смех радости от заработка хорошего. От семьи. Смех радости, который лился у нас всех вместе с вами. Я вам всем желаю много радости, много смеха. Чтобы этот мир, все его трудности перед нами отступали. А если они и были, что мы могли их воспринимать как временные трудности, которые просто временно сейчас-сейчас это все растворится. Еще раз всем хорошей недели. И я надеюсь, что еще увидимся на этой неделе с вами еще раз.